Праздничные мероприятия в День города развернулись и на обновленной набережной. Песни, танцы, мастер-классы и даже зооуголок. Особенной популярностью в жаркий день пользовался фонтан. А на театральной площади староскольцы увидели выступления любительских театральных студий и концерт местных коллективов. Новая песня о Старом Осколе звучала в этот день по всему городу. Слова и музыку написал местный автор и композитор Владимир Протопопов. Отпраздновать день рождения Оскола на площадку «Город развития» пришли сотни староскольцев. Аниматоры, живая музыка, контактный фонтан – все для отличного отдыха. Александра Прокофьевна Гончарова замужем 60 лет. Супруг Анатолий Федорович на праздник прийти не смог, болеет. Поэтому поздравление с бриллиантовым юбилеем, 60 лет совместной жизни, она принимает одна. В семье Гончаровых пять детей – ватага внуков и правнуков. За плечами целая жизнь, прожитая в любви и уважении. Секрет, как говорит Александра Прокофьевна, прост. У меня не придирайтесь к нему за всякой безъелушкой. Ну вот что есть, я бы есть. Все нету, не безбуде когда-нибудь. Надо же на все реагировать. Какой он пришел, как он глянул. Молодые теперь как? Вот я по телевизору гляжу на все это. Ну там близко, нашей жизни нет. А еще Александра Прокофьевна считает, что разводится в современном мире от безделья. С ней согласны Надежда и Виктор Сидякины. Они отмечают 50-летие со дня свадьбы. Ссоры разные бывают. Если просто на каких-то чуть-чуть в обычных тонах поговорили, поспорили, это одно. А если там уже идет какая-то серьезная там, то это уже друг. Вот у нас таких серьезных вещей не было. Мы если поспорим, поссоримся, но тут же разбираемся и все. Заглянули на набережную и почетные гости Старого Оскола. Делегация во главе с Александром Сергеенко прошла по всем праздничным островкам. На воде в показательных заплывах шли каноэ и байдарки. На суше проходили выставки и мастер-классы. Еще одной точкой притяжения в районе улицы Ленина стала театральная площадь. Здесь гостей ждала выставка картин и выступления любительских театральных коллективов. Здравствуйте, Игорь Альбертович. Садись, бегай в пять. Ребята из Народного театра «Маска» показали миниатюры под названием «Наш Яролаш». Простым языком, с юмором и песнями рассказали о школьных буднях. Номер, посвященный великому режиссеру Константину Станиславскому, и песня, которая растрогала почти всех зрителей. Наша маска, тебя нет ранней. Дайте руки, наш выход, ребята. Всеволод Вишневский в «Маску» пришел по стопам мамы и старшего брата. Выступал уже на многих сценах, но вот на открытой площадке впервые. Здесь мне больше всего понравилось, потому что в закрытом помещении меньше действий, скованным себя чувствуешь. А тут вышел, сказал свой текст, пообщался с зрителем и ушел с вообще хорошей душой дальше переодеваться на следующий номер. Нам была оказана такая большая честь в год театра. 2019 год театра, поэтому мы сегодня с удовольствием выступили на этой площади. И что самое приятное, здесь собрались, наверное, не просто публика какая-то, а люди, любящие этот жанр, этот вид искусства. Потому что нас, вот мы 20-25 минут выступали, и я видела, с каким вниманием, с каким интересом нас слушала публика. Спасибо им огромное, браво! Очень все понравилось, хорошо организовано, хорошее выступление, приятные люди с приятными лицами, и вообще здесь как-то более душевно. Мы были на Быле, мы и там были, и здесь. Мы с Ленина на Быль, потом обратно сюда приехали, захотелось нам здесь послушать. Очень нам понравилось, все хорошо выступали, и дети, и взрослые, все очень прекрасно, все хорошо. Мне нравится сама атмосфера, потому что здесь приходят люди, которые любят душевное пение, поэтому и очень узкий круг такой, это всегда приятно.